Сегодня мы поговорим о некоторых интригующих вопросах и мыслеэкспериментах. Это видео начинается более-менее нормально, но потом оно прогрессивно становится все более и более сумасшедшим. Пристегните ремни. Первое. А зачем вообще нужны все эти разговоры про интеллект, про попытки его подсчета, про наследственность и так далее? Действительно придумали херню какую-то, о которой в приличном обществе говорить стыдно? Почему нельзя просто использовать какие-то экономические показатели или что-то связанное с образованием, не нарываясь на все эти социальные табу? Ответ на этот вопрос заключается в том, что... Да, честно говоря, мне это возражение кажется совершенно легитимным. Особенно в риторике, если можно обойтись без разговоров о наследственности, то лучше так и сделать. Вопросы, связанные с интеллектом и генами, играют важную роль, информируя наши представления о политике и экономике, но они действительно очень ядовитые. Но что если, принимая решение о приеме мигрантов, мы будем ориентироваться на результаты международных сертификационных тестов, вроде SAT или его аналогов? Ответ на этот вопрос – да, это хорошая идея. Эти тесты действительно работают, и их результаты настолько сильно коррелируют с IQ, что они практически являются легальной и такой незаметной черепомеркой. Но об этом никто не знает. Я никому не расскажу, если вы не расскажете. Для того, чтобы вы не думали, что я здесь опираюсь на какие-то эзотерические и расистские данные с сайта мыслегитлера.com... www.hitlerthoughts.com Вот Дэвид Хембрик, доцент кафедры психологии Мичиганского государственного университета. Он пишет в The New York Times. SAT в существенной степени измеряет общий интеллект. Существует очень сильная корреляция между результатами SAT и результатами других стандартизированных тестов на интеллект. И точно так же, как баллы IQ, результаты этих тестов стабильны во времени, и их очень сложно изменить посредством тренировок, обучения или практики. Подготовительные курсы по SAT, по-видимому, работают, но их результаты являются скромными и в среднем прибавляют приблизительно по 20 баллов за категорию. Из-за центральной роли, которую играет интеллект чуть ли не в любом аспекте человеческой деятельности, кажется очевидным, что одна из самых важных задач, стоящих перед рациональными политиками будущего, это создание стратегии, которые приведут к перманентному росту числа умных людей в стране. Интеллект – это ресурс, который можно и нужно накапливать, как капитал. Человеческий капитал – это понятие из экономики, которое мы используем в особом смысле. Это величина, которая показывает качество и количество населяющих страну людей. Квантификация человеческого капитала позволяет нам измерять прогресс. Если уровень ЧК, нам нужно придумать какую-то другую аббревиатуру, идет вниз, то страна движется в неправильном направлении, даже если показатель ВВП при этом повышается. Было бы совершенно неправильно и глупо противопоставлять ЧК и ВВП, но существует много примеров, когда именно человеческий капитал, а не динамика роста ВВП, дает более реалистичную картину того, что на самом деле происходит в стране. Импорт низкокачественных мигрантов действительно в краткосрочной перспективе может привести к экономическому росту. Но мигранты из глупых стран способны делать только самую простую работу, и из-за неполиткорректных причин это положение вещей никогда не изменится. Через полтора-два десятилетия их труд будет автоматизирован, оставляя вас с перманентной кастой неприкасаемых иностранцев, которые паразитируют на социальных программах и голосуют за левые партии. Таким образом, приглашая мигрантов из третьего мира, вы воруете деньги у себя самого из будущего. У этой точки зрения есть свои критики. На одном из стримов Вату Админ высказал точку зрения, что, возможно, мы не совсем правильно понимаем, какой эффект будет иметь автоматизация на рабочий рынок. Одна из самых высокооплачиваемых профессий в Соединенных Штатах – это профессия нейрохирурга. Существуют причины считать, что в скором времени роботы научатся делать такого рода операции лучше людей. Противоположная ситуация существует с пожарниками. Роботы умеют оперировать цифрами гораздо быстрее людей, но по эволюционным причинам зрительная система человека отлично приспособлена для обработки пространственной информации и визуальных образов. Иными словами, люди могут более эффективно принимать решения в сложных условиях пожара. Выходит, что несмотря на то, что профессия пожарника не требует настолько интенсивной подготовки, как профессия нейрохирурга, ее, тем не менее, гораздо сложнее автоматизировать. Это интересный мыслеэксперимент, но мне кажется, что на практике все будет совсем иначе. Действительно, роботы в конечном итоге станут более эффективными и дешевыми хирургами, но клинике все равно потребуется обученный специалист, чтобы проанализировать ситуацию и принять решение использовать робота. Кроме того, такого рода специалисты будут нужны для того, чтобы программировать и поддерживать автоматизированных хирургов, или во всяком случае для того, чтобы консультировать людей, которые будут этим заниматься. Пример с пожарниками тоже является проблемным. Для начала, вряд ли мигранты из третьего мира будут массово трудоустраиваться в пожарную охрану, чтобы за не очень большие деньги нырять в огонь. Хотя, кто знает, я где-то видел статистику, что в Соединенных Штатах в критических ситуациях в таких целях иногда используют заключенных. Во-вторых, роботы со временем научатся обрабатывать пространственную информацию не хуже или даже лучше людей. В-третьих, даже если профессия пожарника в ближайшее время до конца не устареет, часть пожарной логистики будет автоматизирована. После пролиферации пожарных дронов, часть сотрудников переквалифицируется в инженеров-дроноводов. А эта профессия, скорее всего, будет требовать определенного уровня образования. Вот еще одна образцово-показательная демонстрация того, что ВВП ни в коем случае нельзя приоритизировать над человеческим капиталом. Около 400 лет назад торговые корабли привезли к американским берегам первых чернокожих рабов. Американцы покупали рабов, чтобы те трудились на невероятно прибыльных хлопковых плантациях. Рабов было выгодно разомножать. Дошло до того, что в некоторых южных штатах африканцы начали составлять большинство населения. Потребность в ручном труде со временем отпала, но чернокожие все еще здесь. Теперь они являются частью американской культуры. У них есть свое видение будущего Америки, и они предпринимают политические шаги, чтобы это будущее стало реальностью. Всего-то несколько лет назад хитрые россияне коллективно показывали пальцем на американцев и посмеивались над их сложной культурно-этнической ситуацией. Но потом то же самое произошло и с ними. Действительно, с идиотами невозможно победить. Второе. Обсуждение демографических проблем с точки зрения человеческого капитала иногда вызывает в собеседниках недоумение. Вы слышите наивные вопросы. А зачем вообще увеличивать численность? Разве качество не важнее количества? На самом деле, конечно же, в вопросах интеллекта как качество, так и количество очень важны. Пример страны с большим, но не самым одаренным населением – это Индия. В 2016 году 70% домохозяйств в Индии не обладали туалетами. В 2017 году в стране насчитывалось 732 миллиона человек, которые были вынуждены ходить в туалет прямо на улице. Пример страны с маленьким, но очень умным населением – это Швейцария, которая может похвастаться феноменально высоким уровнем жизни и больше ничем. Если завтра вся Швейцария затрясется и провалится сквозь землю, то этого никто не заметит. У них нет Голливуда, космических ракет или аниме. Конечно же, в идеале нужно как качество, так и количество. Огромное население как в Индии, которое состоит из умных людей, как в Швейцарии. Больше талантливых ученых – значит больше инноваций. Больше талантливых музыкантов – значит больше хорошей музыки. Больше гениальных художников – значит больше бессмертного искусства. Более сильная и богатая культура. Единственная развитая страна, которая предпринимает серьезные шаги в сторону рациональной демографической реформы – это Израиль. Суммарный коэффициент рождаемости у еврейских женщин в Израиле с 2000 по 2016 год увеличился на половину ребенка – с 2,66 до 3,16. Между тем, СКР проживающих в стране мусульманских женщин сократился почти на полтора ребенка. Это довольно впечатляющий прогресс, но он ведется с очень низкого базового уровня. Тем не менее, если этот темп удастся удерживать в дальнейшем, то ближе к концу века в стране будет проживать около 30 миллионов евреев. 3. Оказывается, что неважно, какой у вас цвет кожи, этническое происхождение, уровень интеллекта, образование или сексуальная ориентация. Демократы, автократы, белые, черные, коричневые, христиане, буддисты, мусульмане, мужчины, женщины, американцы, европейцы, русские, евреи, китайцы, гений, тупицы, технари, гуманитарии, транссексуалы, геи, натуралы. Одна вещь, объединяющая эту разнообразную группу, заключается в том, что все эти люди приблизительно одинаково некомпетентны в искусстве управления и построении работающей цивилизации. Вы не живете в мире, где умные люди принимают эффективные решения. Советский Союз – страна, построенная на экономической саентологии, которая, помимо всего прочего, каким-то образом умудрилась устроить беспрецедентную по своим масштабам алкогольную эпидемию, которая, в свою очередь, привела к тому, что в этой стране не работал эффект Флина. Согласно специалистам из Организации Объединенных Наций, в период, начиная с IX века вплоть до начала 2000-х годов, на арабский язык в сумме было переведено приблизительно столько же книг, сколько Испания переводит за один год. Китай имеет репутацию рациональной страны, но если почитать речи современных китайских лидеров, то вы заметите, что они обладают неприятной эстетикой Полютбюро. Является ли такого рода левая риторика замаскированным прокси китайского национализма, как все считают, или мы видим первые признаки энтропии? В Соединенных Штатах находятся лучшие в мире университеты, в которых одни из самых талантливых и умных людей на планете Земля получают лучшее в мире образование, чтобы потом устроиться на работу в The New York Times и писать колонки про необходимость скорого замещения исторического американского населения выходцами из Латинской Америки. Или чтобы снимать телепередачи, проконтролирующие Трампа из-за кулис русский зог. Или для того, чтобы устроиться в консервативный think tank и пропагандировать необходимость проливать американскую кровь ради интересов нескольких этнических лобби. Взглянув на это, вам остается только развести руками. Уж лучше бы эти люди были тупыми. Эта проблема была проиллюстрирована в классическом посте на одном форуме американских националистов. Напоминание. Это то, чем занимается Америка. Она использует свое беспрецедентное и неустойчивое процветание, чтобы импортировать нелегальных мигрантов, чтобы те убивали животных и жарили их мясо, чтобы мы могли засунуть его в глотки африканцам, пока те не станут слишком толстыми, чтобы самостоятельно передвигаться. Америка буквально обучает людей сверхсовременным наукам, математике, финансам и управлению, чтобы они возводили нефтедобывающие морские платформы для того, чтобы высасывать из-под земли карбонизированные останки вымерших видов, для того, чтобы те обеспечивали необходимое топливо для продолжения афромексиканского цикла. Видимо, я никогда раньше не понимал, в чем заключается смысл цивилизации. Зачем Ньютон совершил свои открытия? Для чего нужны уравнения Максвелла? Почему Менделеев вывел периодические свойства элементов? Ответ на этот и на другие вопросы. Для того, чтобы наполнять африканцев жареным мясом до тех пор, пока от переедания они не потеряют способность передвигаться, чтобы потом мы могли героически оказывать им медицинскую помощь до тех пор, пока они не покинут наш мир. Не знаю насчет вас, но это является одной из причин, почему я нахожу идею национально-центричного взгляда на мир такой привлекательной. И не только на эмоциональном уровне, здесь меня убеждать не надо, но и на интеллектуальном тоже. Зачем вообще на протяжении многих поколений через кровь и лишение строить цивилизацию, если плодами вашего успеха в результате воспользуются какие-то незнакомые, не имеющие никакого отношения к вашей культуре, иностранные люди, которые к тому же испытывают к вам этническую неприязнь. Но даже против этой позиции существуют убедительные аргументы, к которым мы вернемся позже. Как нам построить фабрику эстетики? Задроты, которые считают, что эстетика каким-то образом важнее идей, конечно же неправы. Но раз уж наши мозги устроены таким образом, чтобы определенные вещи казались нам эстетически привлекательными, то не воспользоваться этим было бы расточительно. Наука, изучающая этот вопрос, называется нейроэстетикой. Но если я правильно понимаю, эта дисциплина занимается в основном изучением восприятия красоты человеческого лица. Ни для кого не секрет, что в мире существует множество людей, фетишизирующих Третий Рейх. Вот мысли-эксперимент. А что если поменять Красную Армию и Третий Рейх местами? Что было бы, если бы эстетика Красной Армии была бы круче, привлекательнее, эффектней, в то время как Третий Рейх, наоборот, обладал бы эстетикой мешка картошки? Стали бы массой онлайн-задротов в таком случае фетишизировать Красную Армию? Я думаю, да, стали бы. Не универсально, но стали бы. Это очень важно. Понять, как работает эстетика, деконструировать и квантифицировать красоту, наладить ее массовое производство. Примерами прекрасно налаженной фабрики по производству эстетики являются японская аниме-индустрия, Голливуд и американская музыкальная индустрия. Похожим образом, в качестве примера отсутствия фабрики эстетики можно взять любую западную европейскую страну. Точно так же, как Бразилию называют страной вечного будущего, которая никогда не наступит, то Франция, Германия, Италия и Испания – это страны вечного прошлого, которые пользуются большим престижем среди русских, но в действительности их лучшие дни уже давно находятся позади, и их вклад в современную культуру является теоретическим. Пятое. Нео-Китай прибывает из будущего. Каким образом технологии изменят мир? Что произойдет, когда капитал научится массово производить интеллект? Как изменится мир после пролиферации таких технологий, как CRISPR или ее аналогов? Как нам имплементировать искусственные утробы быстрее всех? Каким образом автоматизация повлияет на экономику? Как будут выглядеть нации будущего? И как скоро это будущее наступит? Например, массовое внедрение технологий по редактированию генов по созданию так называемых дизайнерских детей может привести к тривиализации этнических различий и исторического внешнего облика. Споры гражданских и этнических националистов наконец замолкнут. Что если китайцы начнут массово редактировать младенцев, чтобы они выглядели как жители северо-западной Европы? Что если восточные азиаты станут больше походить на немцев, чем сами немцы? Звучит как фантастический сценарий, но в реальности это почти наверняка произойдет, потому что облик северных европейцев по международному стандарту красоты оценивается очень высоко. Что если белые американцы начнут массово приобретать африканские и латиноамериканские черты в попытке увеличить свой социальный вес в неолиберальном шабаше? И я даже боюсь предполагать, что станет со шведами. Каким образом распространение технологии редактирования генов скажется на странах с низким человеческим капиталом, но с огромными семьями? Согласно исследованию 2014 года, на каждое домашнее хозяйство в Пакистане приходится по 6,8 человека. Что произойдет, если эта огромная и стремительно растущая масса людей будет усовершенствована при помощи CRISPR или его аналога? Неужели все это время мы не понимали, как правильно играть в эту игру? Неужели правильная стратегия это заключать инцест браки со своими двоюродными сестрами, плодить огромное количество детей по канонам арселекции, и потом просто ждать, пока кто-то из более развитой, более умной и бездетной страны изобретет способ решить ваши наследственные проблемы? Как будет выглядеть типичная семья после пролиферации искусственных утроб? Как будет устроен механизм сбора генетического материала? Если этот процесс окажется совсем не обременительным, то мы создадим ситуацию, когда будет совершенно нормально иметь детей с женщиной, с которой вы вообще не состоите ни в каких отношениях, но зато вы соединились эмоционально, потому что она постила мемы про муравинд в вашей конфе. Это будет очень странно. И немного смешно. Шестое. Окей, пришло время для реальных шизотеорий. У России есть все, чтобы со временем стать страной с высоким уровнем жизни. Но в то же время вряд ли Россия когда-нибудь сможет стать по-настоящему важной страной, как в былые времена. Под важной страной я имею в виду S-слово. Сверхдержава. Это просто противоречит демографической реальности. Количество русских в мире стремительно сокращается. Многие были убиты в трагедиях, военных преступлениях и геноцидах прошлого века. Многие другие стремительно дерусифицируются и теряют свою культуру, ассимилируясь в другие этносы. Конечно же, в теории демографические проблемы могут быть решены при помощи технологий. Но ведь ничто не мешает другим странам тоже использовать эти же самые технологии и лишить наше воображаемое CRISPR государство каких-либо сравнительных преимуществ. К тому же, чтобы приступить к разработке и последующему массовому внедрению подобных инноваций, необходимо иметь лидеров, понимающих их важность. И снова вопрос компетентного управления выходит на первый план. Российская Федерация и ее предшественники известны низким качеством управления. Даже по самым оптимистичным и фантастическим сценариям, эта ситуация продлится еще несколько лет. Может быть десятилетия. Может быть несколько десятилетий. Ну так вот. Является ли наша ситуация действительно безвыходной? Или существует какой-то способ обмануть судьбу? Я первым признаю, что это не самый практичный вопрос. Существует множество более сиюминутных проблем. Но об этом очень интересно думать. Мой аргумент опирается на многие вещи, о которых мы говорили выше, и выглядит вот так. Во-первых, у человека, у нашего родного Homo sapiens, не очень хорошо получается создавать и управлять сложными обществами. Может быть, эта некомпетентность даже обусловлена эволюционными причинами. В конце концов, люди – это биологические машины. Наши умы – это тоже биологические машины. Это не так уж и странно, что процесс естественного отбора не подарил человеку необходимый тип интеллекта и психологию, чтобы они могли последовательно строить звездные империи, не просирая по дороге все провербальные полимеры. Но, тем не менее, история – это процесс конкуренции между странами и нациями. Мы уже говорили о преимуществах арабской R-селекции. Но когда я смотрю видеозапись с бомбардировщиком, сбрасывающим на их головы десятки кластерных бомб, я представляю это как аргумент против R-селекции. А летящие во все стороны ошметки человеческих тел – это как бы разбитые контраргументы. Горе побежденным. Страны, культура, государства и цивилизации, которые отстают в этом дарвинистском соревновании, платят страшную цену. Таким образом, самая важная разновидность технологий – это не CRISPR, не искусственные утробы, не роботы и не суперинтеллект. Самая важная технология – это социальное ноу-хау, которое позволяет заниматься эффективным управлением и организацией, которое позволяет строить цивилизации. Если вы обладаете такого рода технологией, в то время как у ваших конкурентов она отсутствует, то вы будете среди них как леса в курятнике. Это как будто у вас есть на вооружении атомные бомбы и космические ракеты, в то время как у всех остальных водяные пистолеты и рогатки. Если у нас появится какое-то ноу-хау по повышению качества управления, если мы построили нашу красивую, антихрупкую, технологически и экономически компетентную цивилизацию, то это не в наших интересах, чтобы точно таким же ноу-хау воспользовались другие страны. Потому что таким образом мы бы потеряли наше преимущество над ними. Конечно же, если вы очень любите человечество, то вы со мной не согласитесь. Но что в конце концов для вас сделало человечество? Ну, кроме всех этих военных вторжений, геноцидов, этнических чисток и масштабных военных преступлений. Теория игр – это математический метод, изучающий процесс, когда несколько сторон ведут борьбу за реализацию своих интересов. Теория игр, помимо прочего, исследует, каким образом процесс принятия решений одной из сторон влияет на решение другой стороны. Самый странный вывод, который я могу из всего этого сделать, заключается в том, что антирусские настроения, антирусский расизм – это нехорошо, конечно. На такую глубокую многоходовочку я пойти не готов. Но с точки зрения теории игр у культуры антирусского расизма есть несколько важных преимуществ для самих русских. Существует связь между уровнем такого рода ксенофобии и некомпетентностью в русских делах. Но об этом несколько сложно рассуждать, потому что все эти вещи не представлены цифрами. Это подтверждается моими личными наблюдениями, но, конечно же, личный опыт в такого рода ситуациях не представляет большой ценности. Я надеюсь, когда-нибудь будут проведены настоящие исследования. Но пока этих исследований нет, мы можем осторожно предположить, что чем больше ненависти, тем менее точной будет кардина происходящего. Западные репортажи про Россию очень идеологизированы и обладают очень низким качеством. Шизо-конспирологические истории про русский зог. Расовые карикатуры в играх и фильмах. Христо-фашизм. У русских нет культуры. Рашин-мафия. Рашин-ботс. Кибер-КГБ Куклуксклан. Гог и Магог. Каспаров и этномафии. Возможно, вы имеете другую точку зрения, но я не вижу, каким образом сумма из всех этих вещей приводит к рациональному восприятию того, что происходит в России. Но что, если контролируя уровень расизма, вы можете контролировать уровень иностранной некомпетентности и вместе с ним получаете преимущество с точки зрения теории игр? Помните, как в середине 2000-х кто-то в Кремлине осознал, что на Западе их не очень любят? После чего было решено открыть телеканал RT, чтобы типа сформулировать более благоприятную точку зрения. Кремлины, как всегда, все сделали наоборот. В русской звездной империи нам нужно будет сделать анти-RT. Канал, который бы рассказывал иностранцам то, что они хотят слышать, занижая наши собственные успехи. Поэтому у меня со временем сформировалось очень странное отношение к русофобии. С одной стороны, такого рода неприязнь – это плохо и неудобно. Сталкиваться с ней в личной жизни всегда очень неприятно. Русофобия, конечно же, должна быть изучена и категоризирована. С другой стороны, если у нас и так нет никакого будущего по демографическим причинам, то какая разница, существует ли антирусский расизм или нет? Но если случится что-то по-настоящему экстраординарное, и нам каким-то образом удастся построить функциональное общество, то в этом случае русофобия только сыграет нам на руку. Даже по одному только языку, который используется выше, можно прийти к выводу, что наши проблемы в начале 21 века, с точки зрения традиционных философов, они бы выглядели как что-то с другой планеты. И если бы их можно было решить посредством переодевания в вышиванку железной гвардии и через рисование квадратных свастик, то у меня была бы самая большая коллекция квадратных свастик в мире. Но, к сожалению, это так не работает. Субтитры создавал DimaTorzok